Пышка ЛМ. Диагональ прямо в клюшку Варфоломееву. И еще одна диагональ, но это уже вброс. Не очень удачно для Минска получился. Варфоломеев скидывал в центр, но подкатился к нему соперник. Успел перекрыть линию для передачи. А вот момент Варфоломеев. Добивание. Гол! Варфоломеев и Пинчук организуют первую шайбу Минского Динамо. Выходит вперед белорусская команда. Раздосадован, конечно, очень сильно. Ну, Шен, конечно, да, но Никита Серебряков тут, наверное, ему обиднее всего. Даже справился с первым броском. Называть ли это броском? Переправил просто шайбу в створ-ворот Варфоломеева. Давайте посмотрим. Все из средней зоны началось. И все началось с самого Варфоломеева. Вот здесь такая широкая обводка. Она, может быть, и не прошла, но шайба отскочила к Пинчуку. Пинчук дальше сильно исполнил эту передачу. Варфоломеев сначала подставляет клюшку, а потом не выключается и играет по отскоку. Тут два касания. Убрал на неудобную и потом поднял эту шайбу. Ну, никак не успеть было Серебрякову. Павел Варфоломеев. 66-й номер. Так. Беседа Тамбиева с судьями. И еще и беседа с видеотренером у помощников Тамбиева. Так что, так что, так что, так что. Может быть, и видеопросмотр сейчас увидим. Внимание! Тренер команды Акмирал взял запрос тренера на остановку игры перед взятием ворота. Ага! Очень интересно, на что именно будут смотреть. Остановка игры, то есть это не офсайт. Это, естественно, никакая там не помеха вратарю. Шайба могла выйти за пределы площадки теоретически. Или, может быть, пас рукой. Вот какие-то такие вещи смотрят. Давайте посмотрим, если повтор увидим. Видим, там на входе в зону или у скамейки Адмирала вот что-то такое произошло. Айрат Кадейкин по связи общался с видеотренером Николаем Карасевым. Так, вот пошла передача на Варфоломеева. И вот здесь шайба подскочила. Дальше Варфоломеев покатил. Вроде бы ничего такого криминального не было, но, может быть, там со скамейки Адмирала было гораздо лучше видно. Некоторые эпизоды, они в непосредственной близости у площадки или на площадке совсем по-другому воспринимаются. Не случайно перед запросом так довольно долго побеседовал Сергей Морозов с Тамбиевым, вот именно чтобы понять, какой эпизод отсматривать и на что именно смотреть. Так, ну вот здесь шайба в стекло попала. Там, естественно, была некая помеха со стороны игрока Адмирала. Но это, вроде бы, не является каким-то поводом для остановки встречи. Пока, честно говоря, не могу разобраться в этом эпизоде. А вот судьи уже разобрались. Оперативно. Сергей Морозов и Александр Сойин возвращаются на площадку, поэтому ждем оглашения вердикта. Пасс рукой не было, шайба засчитывается. Плотно выстраивает своих игроков на синей линии. Червены. Передача Криштофу отходит в зону. Беляев. За чужие ворота. Там Сапега. Там же видим Горбунова, который на позиции защитника внезапно оказался. Ну, времена такие, что приходится отрабатывать. Горбунов сегодня в этом плане был хорош. Ну и Соколов так в притирочку со штангой направляет шайбу в пустые ворота. Счет становится 2-0. Продолжение следует.